День в день Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Как всегда с нами на прямой связи Руководитель центра консультаций Собственников квартир Сергея Сидорко Здравствуйте, доброе утро, добрый день И я напоминаю телефоны нашего прямого эфира Куда можно звонить, задавать ваши вопросы, делиться какими-то проблемами И кто знает, может быть сюда проконсультировать, помочь Оказать помощь 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Можно также писать нам на WhatsApp Номер 2-3-0-6-1-9-1 Вот пишите, если, например, вы стесняетесь Или не можете дозвониться Это всегда приветствуется Потому что обязательно мы на все ваши вопросы отвечаем Даже если мы не успели на них ответить в рамках программы Ну и вот, кстати, вопрос, который остался с прошлой недели Вот пришел такой вопрос Добрый день, я живу в девятиэтажном доме на первом этаже Недавно закрыли вот мусоропровод И поставили два мусорника прямо мне под балкон Как решить эту проблему, жалуется слушатель Ну и я думаю, что вот сейчас, когда действительно заваривают, закрывают И вывозят эти контейнеры под окна Это проблема повсеместная То есть, ну, наверняка поставишь под один балкон Вот человек будет недоволен под этим балконом Их передвинут под другой Будет недоволен уже сосед его Ну и есть санитарные нормы Что вообще-то контейнеры с мусором можно размещать не более чем 25 метров от здания Но кто же думал об этом, когда принимал решение об уничтожении мусоропроводов У нас же власть полностью зеленая Она зеленеется каждым днем И поэтому вот теперь мы будем жить с мусорниками под окнами Потому что каких-то изменений в общем порядке сбора мусора нет Домоуправам приказано не только вот сейчас вытащить эти контейнеры под окна Но и до конца следующего года еще разместить под окнами контейнеры для гниющих отходов Ну, будем жить там и будем жить в зеленом обществе Больше мне сказать здесь нечего Потому что это решение о закрытии мусоропровод Какими благими там смыслами не прикрывало Оно ведет к тому, что да, так можно делать И может быть это и нужно делать Но тогда, господа хорошие, решите вопрос об общественных площадках для сбора мусора Тогда измените порядок вообще оплаты и организации его за мусором Будем делать город зеленым, давайте, но не за счет того, что контейнеры скоро в квартире Ну да, тем более сейчас просто вообще обещают жару 33 градуса И понятно, что если это гниющие какие-то отходы Это, ну, если их еще вывозят нерегулярно То это просто будет смертоубийство для жителей Ну вот под окнами которых окажется вся эта вонь Не открыть окно, потому что или в квартире жарко То есть, ну, это, есть ли какой-то способ, ну, я не знаю, пожаловаться? Куда нужно обращаться, если вот такая... К тому будем жаловаться? К тому, кто принял это решение Мы можем пожаловаться только соответствующей департаментной думы И соответствующий комитет И, да, шеверическая дума должна начать что-то менять Но велодорожку построить-то легче Поставил столбик и идти, велодорожка готова А тут организовывать надо Потом, ну, вы сказали насчет жары и чаще вывозить А что значит чаще вывозить? Если вывозить полупустой контейнер, то ты платишь за пол, как за пол Значит, соответственно, можно вывозить каждые два часа Только надо будет каждый раз платить за полный контейнер Но контейнеры, насколько я понимаю, для сбора этих вот таких биологических отходов Они не герметичны, они не приспособлены Как часто их вообще будут, мы тоже никем не оговорим Мы идем по пути такому Есть власть, которая сказала, мы должны взять под козырек А остальные должны не смириться с тем, что это власть Мне больше нечего здесь добавить, потому что это повсеместная проблема Она не должна решаться так, как ее пытаются решить Эти танцы с конкурсами и все прочее, они только ведут к одному Ну, поделим рынок так, поделим рынок так В принципе, ничего не получается Ну вот у нас есть звонок, между тем, 67212-939 Здравствуйте, доброе утро Здрасте Доброе утро Получается, что старший дома нужен лишь только в том случае, чтобы заключить договор с управляющей компанией А потом им манипулируют, как хотят И вопрос, может ли одна управляющая компания продать дом другой управляющей компании без уведомления старшего дома? И вообще может ли продавать? Поясните, пожалуйста, ситуацию, что значит одна компания продала дом другой? Ну вот мы и пролежали фирме Ватио Потом без уведомления вдруг оказалось, что мы принадлежим То есть с нами управляет уже литовская фирма Ну, на самом деле, я думаю, что Айвар ответит более подробно сейчас Да, могу ответить Здравствуйте, Айвар Мы с вами, наверное, знакомы также Продажи капитала частей одной компании и другой Это возможно, дом же сам не продается Старший по дому, его роль очень важна Так как он организует обычно все необходимые работы для дома И вообще такой самый ответственный пост Потому что с ним дом управления должна согласовывать те активности, которые они приводят И также он передает дом управления все те нужды, которые видят жители, которые в доме нужно делать Так что это такая активная, динамическая все время работа, которая делается сообща Есть очень много домов, где старший по дому также держит все ключи от теплоузлов, от чердаков И без их ведома там муха не прилетит Просто говоря Может быть, я чуть-чуть уточню ответ Айвар Компания одна, управляющая компанией Без согласия дома передать права управления другой компании На любых условиях Коммерческих, некоммерческих Не имеет права Это одна компания, другая Тот случай, о котором вы спросили У вас как была компания с регистрационным номером таким-то Так она и осталась Она там проходила трансформацию Менялись собственники компании Менялись названия Но на самом деле это одна и та же компания Если посмотреть приведически, это одна и та же компания Так что вас не могут ни продать, ни купить А вот какие-то действия с компанией До того момента, пока не сменится регистрационный номер компании Там все может изменяться Я, наверное, понимаю вопрос Суть этого вопроса Люди, чтобы перейти на конкретную компанию Они смотрят, кто в этой компании работает И они своим голосом или выбором голосуют За выбор этой компании Управляющей И там с этим домом Конкретно работают Конкретные люди Которые там со временем знакомы Знают, как они работают Что от них ожидать И другое Потом приходит инвестор Я был председателем этой компании Которая была продана литовцам Который делает свое предложение Что вот будущее Вот все страны Балтии объединятся Вот будет огромная корпорация И все будет хорошо И светло И так далее Ну, я тоже поверил в это Я могу покаяться Я посмотрел, что это компания Которая работает в 10 странах Европы С оборотом миллиард евро Я не понимал, как это возможно Но мы там работали С оборотом 3 миллиона А какие знания необходимы, чтобы работать с миллиардом Я не знал Для меня это тоже была Какая-то возможность Расти дальше Стать частью большой европейской компании Ну, к сожалению, реальность оказалась реальностью И всякие странные дела Начали происходить довольно-таки быстро Меня тоже попросили И я через полгода после продажи Попрощался с этой компанией А для своих клиентов И своих работников Я желал только лучше Ну, то, что как инвестор Потом руководит этой компанией Ну, я не могу уже повлиять Но Сейчас в действительности Вот, перенимая еще один дом Старшие по домам Мне так и спросили Ну, вы эту компанию тоже будете продавать? Я сказал, нет Что сейчас я создаю компанию Только для местного рынка Так как мы там уже были Один раз продали компанию И как бы, ну, вот Ошиблись в своем выборе На место светлого будущего Попали там куда-то Там, где мы сейчас есть Да Из этого нет Не будем продавать И даже старшие по домам Мне спросили Вписать этот договор Если вдруг Что-то будет продаваться Чтобы я их информировал Это джентльменское соглашение Потому что еще раз так Как Сергей уже упомянул Части капитала можно продать А, ну, самые правы на дом Нельзя продавать Потому что жители про них голосуют Кто их будет обслуживать И на каких условиях Так что вот такая история Еще один звонок Здравствуйте Здравствуйте Да, 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 пожалуйста Вы в эфире Ваш вопрос Говорите Говорите Или перезвоните, пожалуйста Да, вот у нас В прошлой даже программе Возникал вопрос Вот разница между старшим По дому И человеком, который получает Которому делегирует Дом Полномочия Ну вот Принятие решения От лица От лица всего дома То есть здесь есть Такие тонкости Но я понимаю Что старший по дому Все-таки Вот его обязанности Это скорее Такой энтузиаст Да, вот Люди, которые Все-таки Болеют душой За общее дело И что делать Например, если Нет такого человека В доме Ну то есть Вот скажем Всем все равно Ну или Люди Просто не имеют Физические возможности Уделять Ну вот Время Общественной работе Ну там Во-первых Давайте И так Что это не такая Большая Общественная работа Она очень ответственная И Это первое Второе Ну Что значит Нет времени Что значит Ну вот У тебя есть собственность Понимаете Нет времени Вы занятой человек У вас есть автомобиль Вы техосмотр Проходите Ремонты Своевременно Делаете Если Машина Внеисправности Вы прекращаете Эксплуатацию И так далее Да То есть Когда это касается Вот этой части Или есть у тебя дача То же самое Своевременный ремонт И пошло-поехал Но все Хватает Или не хватает Времени Но ты это делаешь Как только касается Твоей квартиры Вот Почему-то Святое убеждение Что вот тот объем Который внутри Я буду там Вламывать Десятки тысяч В косметический ремонт Я буду там Ну я не знаю Что делать Лишь бы только было хорошо Оборудовать И так далее Но как только ты выходишь За пределы Своей двери Красивой Тебе сразу Наплевать Это не твое Это должен Кто-то Не бывает Поэтому все Это отговорки Ну а В принципе Старший дом Как я этого человека Не называю Вы правильно сказали Это человек Который Выражает Я бы сказал так Интересы И надежды Тех Кто хочет Заботиться О своем Имуществе Как правило Это авторитетный человек Среди той группы Собственников Квартир Которые Намерены Сохранять Свою собственность Понимают Что за ней Надо заботиться А дальше Разница Там Как я называю Я не знаю Старший Уполномоченный Председатель Или ЗИЦ Председатель Это все равно Но главное Зависит Его права И полномочия Должны быть Закреплены В протоколе Собрания Как только Они там появляются Это становится Сразу Человек становится Официальным лицом Имеющим Уже права И обязанности Важно следить За тем Еще раз Чтобы В права И обязанности Старшего За дома Не записывали Не задекларировали Те права Которые Присвоены Законам Укровительной Собственности Любому Собственному Квартиру Как-то Интересоваться Делами В доме Получать Смерть Информацию И так далее Это все Есть Право Любого Собственного Квартира Если вы выбираете Старшего По дому То давайте Ему Другие Права Принимать Решения О ремонтах Согласовывать Планы Выбирать Укровляющего И так далее Вот тогда Это будет У вас старший по дому Который будет Основываясь На общении С домом Уже Выражать Такое Общее мнение И принимать Решения Достаточно Среди У нас Есть еще Звонок Здравствуйте Пожалуйста Вот С 1 июля Строуправа Начнет проверки Домов В частности Решетки Будут заставлять Снимать решетки С первых этажей А вот У нас В Залитуде Тут жуткое Происчастие Трое в масках Высоких парней Женщину поймали Около квартиры Отобрали ключи Заставили Открыть Ее прижали Там и ограбили Квартиру Народ будет вооружаться Всеми доступными Способами Если такое будет Решетки Не надо снимать Ничего Не надо делать Ну Начнем с одного Да Конечно Случай Который вы привели Он наверное Жуткий По своей сути Но давайте Зададим себе вопрос Как я могла Помочь Решетка Это первое Второе А вы Скажите пожалуйста Вы застрахованы От пожара В своей квартире Но там Вот же Вот же Это Помещение Это Та область Где человек Может спастись От пожара И При необходимости Если Огнем Отрезан выход Другой То его могут Эвакуировать Вот тебе Представьте себе Ну давайте Мы проведем Учение В коридоре Устроим вам Имитацию пожара И предложим Эвакуироваться Будете Вы биться Лбом Об эту Решетку Сто раз Как она Может спасти От злоумышленников Ну мне трудно Представить Сегодня Тот Хлипкий металл Который стоит В виде решетки Ну он Хлипкий металл Единственное Чем он может Помочь Или помешать Злоумышленнику Это проникнуть На этаж Облегчает Не надо Не лестница С собой Ничего Это второе Третье Если вы Хотите Какие-то Лоджии Какие-то Защиты Ну тогда Делайте Единое решение По дому И приводите Дом в нормальный Архитектурный Порядок Наверняка Там В спектантове Можно найти Решение Безопасное И для вас И которое Может быть Каким-то образом Может помочь Ну так Хаотично Как сейчас Полуржавые Решетки Самые Лучшие Еще один Звонок Здравствуйте Пожалуйста Добрый день У меня Господин Осидорка Вопрос Дома Хотя По закону Должны быть Не менее Десяти метров От дома И вопрос Такой Если я Обращался По всем Возможным Инстанциям А вопрос Не решается Что вы Посоветуете Делать дальше Я не знаю Я честно Говорю У меня в домах Такая же Ситуация То есть Скажем так Еще Мы Тут немножко Надо понимать Что для бытового Мусора Контейнерную Площадку Контейнерная Помещение Можно Использовать В том случае Если вы Закрыли Мусоропровод То есть Если люди Собирают Мусор В пакеты И несут Его На улицу В пакетах Не через Мусоропровод А на лифи Спускают его вниз Мусор Оказывается Почет То в этом Случае Вы можете Зайти В помещение Где стоит Контейнер Мусоропроводное Помещение И туда кинуть Там Контейнер Держать Разрешено Если Закрыть Мусоропровод Ну Это первое Второе Говорят Что Мусоропровод Мешает Сортировке Мусора Проблема Самая главная У 9 этажей Особенно Тех Которые Построены В виде Стен Стенок Очень Много Это Улица Лара Рикс Это Дор Улица Стерна И так далее Очень много Таких Решений Когда Длинная Стена Так вот У этих Домов Нет Места Куда Вы Можете Поставить Контейнер Для сортированного Мусора Вообще В принципе Такого места Нет Потому что Узкая Полоска Земли В виде Газона И тротуара Перед домом И узкая Полоска Земли Сзади Дома Куда Ничего Ты не поставишь И никто Туда В здравом Умении Пойдет Это Проблема Которую Создала Речистая Дума Ну Значит Надо Задавать Вопрос Депутатам А чего Дальше Мы Закрыли Мусоропроводы Которые Якобы Меньшали Сортировке Мусора Куда Ставить Контейнер Для Сортировки Наши Мудрые Депутаты Написали Домоуправа Найти Место Ну Купить Площадку На Луне Допустим Где Можно Найти Место В таких Условиях Поэтому Ответ Мой Простой Все Кто Недоволен Существующим Порядком Есть Комитет По окружающей Средине Который Отвечает За Мусор Организацию Вывоза Мусора Пишите Туда Официальную Письмо А лучше Пишите На имя Рудер Пускай Они Сами Разбираются Кто Должен Отвечать На Ваши Записки Еще Хотел бы Добавить Что В портале Монобал Есть Эта Активность Смотрю На данный Момент За ее 598 Еще Нужно 1400 Собрать Под Подписи Чтобы И эта Инициатива Куда-то Пошла Это Дополнительно Те Неформальные Шаги Для нас Всех Чтобы Депутаты Обратили Внимание И Что-то Поменяли В этих Условиях Ну Только Добавлю Что Монобал СЛВ Это Для Граждан Тогда Не Граждан Но Совет И всем Писать В Рижскую Думу Ну То есть Если Будет Таких Писем Много То Возможно Все Таки В Рижской Я Не знаю Что Будет Если Будет Писем Много Но Я Хотя Был Должно Появиться Много Писем Может Кто-нибудь Задумается Может Выяснится Что Хоть Кто-то Из Депутатов Живет Девятиэтаж Вдруг Такое Счастье Славится На небо И Следующее Хочу Скать Когда Пишут В Рижскую Думу Все Кто Обладает Электронной Подписи Пишите Электронно Очень Хорошо В течение Трех Дней Должны Но Насколько Я Помню Вот Мы Уже Затрагивали Этот Вопрос Что Проблема Уходит Своими Корнями Еще В тот Момент Когда Нарезали Землю Разрезались Целые Районы По Домам И То Что Проектировалось Как Собственно Ну Вот Для Целого Микрорайона Здесь Детская Площадка Здесь Автостоянки Здесь Зеленая Зона Здесь Вот Какие-то Места Для Вывоза Мусора То есть Это Все Обслуживалось На Уровне Там Ну Вот Такого Микрорайона Сейчас Это Из-за Того Что Нарезана Земля По Отдельным Домам Возникла Проблема Что Сообщая Эту Проблему Легче Было Решить Ну Я Скажу Так Что То Что Земля Сейчас Навезана И Уже Назад И вернешься Это Наверное Почти Однозначно Но Да Вы правы Что Когда Строилось Советское Время Эти спальные Районы Так называемые То Строилось И сразу Рассчитывалось Внутри Микрорайона Еще там Субмикрорайонные Инфраструктуры На какое Количество Людей Должно быть Мусорных Контейнерных Пощадок А стоянок Автомобилей И так далее Но давайте Все-таки Не полностью Списывать На эти Проблемы Потому что На самом деле Если мы сравниваем С 70-ми годами Когда проектировался Допустим Курцент С сегодняшним днем То количество Производимого Населением Бытового мусора Несопоставимо Что тогда Было Мусор Теперь Его гораздо Больше Дальше Автомобилей Количество Тоже Несопоставимо Значит Соответственно Нужно Искать Новые Мишени А не Делать Конкурс На то Кто будет Вывозить Какая разница Своей компанией Будет обслуживать Город Регина Якобы Конкуренция Какая Поделили на три Района Каждой компании Дали монопольные условия И это называется Конкуренция Ничего подобного Надо заниматься Вообще-то Организацией По новой Вывозой И сортировке Мусора Позаботиться Уже неоднократно Мы говорили О том Что надо Позаботиться О том Чтобы Тяжелые Грузовики Не ездили По десять Раз По Одной И той же Улице Потому что Сегодня Сбор мусора Это значит Тридцати Тонный Грузовик Начинает Ехать Там Дорога Предназначена В лучшем случае Запорожье Машина Максимум Двухтонная Это Гробится Внутрикрутальные Пути Это Выбросы Колоссальные Вредные Потому что Их никак Не остановишь Машина Едет На самом Неоптимальном Режим Там Очень много Вопросов Но люди Не занимаются Организацией Обслуживания Отходов Они Занимаются Организацией Конкурсов Компании Которые Будут Вывозить Мы Получили Компанию По вывозу Она Исправно Вывозит Я вам четко Поладилось Все По графику Вывозит И тоже Компанию Хочу напомнить Просто После этого Ну наверное Одно из Больших Компаний По вывозу Мусора Тоже Продали Так что Здесь Можно смотреть Что это было Связано Или не было Связано Это такое Но я хочу Напомнить Про свое Предложение Для решения Этих всех Проблем Это Когда Строились Те же самые Все кварталы Все Подъездные Дороги Площадки Для мусора Детские Площадки Для игр Да и так далее Это строил Город И ни в одной В земельной книге Не сказано Что эта построенная Инфраструктура Кому-то Отдана Здесь просто Нужно Одно Решение Города На котором Город Признает Что все Эти подъездные Дороги Все тротуары Все площадки Те которые Существующие Для вывоза Мусора Детские площадки Там где они Исторически были И Также Другие Необходимые Объекты Для инфраструктуры Это является Владением Города Им Поставить Статус В красных линиях О том Что город Имеет право Вот В Квартале Для нужд Всего квартала Создавать И менять Такого рода Инфраструктуру Так как Оно во благо Всему кварталу А не во благо Конкретному Владельцу квартиры Или конкретным Владельцам Одного дома Потому что Как мы понимаем У одного дома Есть стоянка У одного нет У одного есть Где мусор вывезти У другой нет Из этого Эти нужды Высшие Они для всего Квартала Ими можно Поставить Как Юридическое Решение Что Город Ставит Красные Линии И в красных Линиях Город Город Создает Необходимые Объекты Инфраструктуры В таком Случае И города Будем заботиться О том Чтобы На всех Подъездных Дорогах И тротуарах Не было Ям Да Вот Красивое Решение Для Принятия Такого Решения Нужно Собрать Волю В кулак Потому что Призная Вот Это все Тогда Городу Придется Позаботиться Про все Это Но Я как-то Не слышал Чтобы Новые Депутаты Про Такой Поворот Событий Думали Потому что Тогда Было Возможно Было Привести Все Эти Необходимые Вещи Про которые Говорил Сергей В порядок Хочу напомнить Также Что Мы В том же Самом Пурцием Когда я был Представителем РМП Вместе с Сергеем Мы делали Эксперимент С пожарной машиной Вместе с пожарниками Вот Если что-то Не дай бог Где случится В этом квартале Насколько легко Будет пожарной машине Подъехать Там 90% Несоответствия Было Так как Не могла пожарная машина Нормально подъехать К всем необходимым Местам Они Просто Мы просто Говорили с пожарниками Как они поступают Насколько все это Осложнено Сейчас Потому что Все машины Все повороты Там Внутри кварталях Они забиты машинами И большой машине Которая Пожарная Она неповоротливая Ей очень сложно Ну и тогда Что Что выше Какой закон выше Я считаю Тот закон выше И те нужды выше Которые необходимы Для всего общества У нас Есть звонок Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро Доброе Управляющая Компания Она Выполняет Два вида работ Значит Срочные Это которые Аварийные Вода прорвала Света нет И плановые Работы И вот Непонятно Какие работы Считаются Срочные Которые Обязаны Делать Управляющие И какие Плановые С которыми Надо Согласовывать Ну Составлять план И опять План на год Либо План на 10 лет Потому что С Латио Плановые Наверное Планов На какие-то Плановые Работы Вообще Не составлялось Не обсуждалось И в одной Из передач Господин Гонтарев Сказал Что он Обязан Выполнять Только Аварийные Работы И все А плановые Это вообще Его не волнует Потому что У него Проблема С крышей Вот они Нам крышу Угробили Ничего Не делали И сейчас Я не знаю Как эту крышу Скажите Пожалуйста От меня К вам Вопрос Вот я Расхищаю Что господин Кондарев Сейчас Более точно А ваш дом Принял решение О том Что профинансировать Ремонт крыши За все время Вашего Проживания В этом доме Было Собрание На котором Вы Шли Собственники Квартиры И постановили Что да Крышу Надо ремонтировать На это Надо выделить Скажем 20 тысяч евро И эти 20 тысяч евро Мы погасим Следующим образом Такое решение Было Дело в том Что Было или нет Вот давайте Мы с вами Говорим конкретно Без дела в том Что было Предложено вам Было предложено Голосование Или нет Голосовали вы Или нет Ответьте на это Вот эти Юридические Тонкости Люди не понимают Потому что Для этого Надо иметь Юридическое Образование Ну Хорошо Скажите адрес Скажите адрес Я проверю И поэтому Манипулируют Как хотят Подождите Адрес у вас Просят Назовите адрес Я знаю Все свои адреса Адрес Не надо лукавить Вам Вам Юридические Тонкости Нужно знать Вы должны Знать Свои права И обязанности Это первое Второе Я извиняюсь Я сейчас тебе слово Передам Но Но если Это очень четко Провод Они выкатывают Раз в год Всех всегда Были планы Они рассылались Жителям И предлагалось Голосовать За определенные Вещи Были Несколько Исключений Из домов Которые Не принимали Никаких Решений Они Приняли Например Решение О том Что Не будут Собрать Накопительный Фонд И Оставляя Эти решения На потом Когда понадобится Тогда будем Голосовать Пришло потом Предлагали Вот крыши Еще что-то Они говорят Нет Мы не согласны Нет Мы не будем Но в таком Случше Плановые работы Управляющая Частная Управляющая Компания Она Не в силы Их делать Если нет Уполномочий И не предоставлено Финансирование И Компания По управлению Может Реагировать Тогда только На аварийные Случаи Которые Классифицируются По закону Как Неотложные работы Плановые работы Еще раз напомню Если нет Финансирования И нет Голосования Просто так Частная Компания Не может Делать Частная Отличается Частная Компания От РМП РМП Может Предполагать Эти работы По 408 Условиям Как план И производить Частные Компании Так делать Не Могут То есть Проблема Получается В инертности Самих Жильцов Которые Не Хотели Инертность Это одно А второе Это закон Потому что Мы тоже Обращались По несколько Раз В министерство О том Что нужно Тогда Синкронизировать Законодательство Чтобы Ну тогда Как Нужно Работать Тогда Давайте Такие же Условия Как РМП Что РМП Предполагает Работы И потом Их Выполняет Если Нет Негативного Решения Жильцов Что Мы Так же Как Частные Компании Могли Так Работать Тогда Хоть Какие Плановые Работы Могли Бы Происходить Да И Здесь Отличие Частная Компания Может Выполнять Только Те Работы Про Которых Проголосовали Жильцы Владельцы Квартир РМП Может Те Работы Которые Они Просто Сами Предположили В плане Работы Вот Это И Вторая Конечно Проблема Самая Главная Это Инертность Жильцов Ну Что Ж Я думаю Что Ну Я У нас Буквально Одна Минута Здравствуйте Доброе Утро Доброе Утро Знаете У меня Риторический Вопрос Интересно Бы Узнать Какой Процент Собственников Жилья Ознакомиться Регулярно С Сметой Которую Предоставляет Управляющая Компания На следующий Год К этой Смете Всегда Прилагаются Перечень Планутых Ремонт Дарбо И уж В цифрах То люди Могут Разобраться Цифры То они Знают Юридической Грамотности Для этого Не надо Все Ссылаются На свою Юридическую Безграмотность Увы Спасибо Комментарии Излишни Абсолютно Справедливо Абсолютно Справедливо Потому что На самом деле Как правило Сначала Ты слышишь Что нам Ничего не Предлагали Из того Что предлагали Все очень Дорого И так далее Я приведу Пример Что такое В понимании Правил Кабинета Министров Неотложный Ремонт У вас Шиферная Крыша И образовалась Трещина Так вот Я по этим Правилам Должен Не спрашивая Вас Залепить Трещину Пластилина Это предел Моих полномочий Но если Не пластилином То повезет Если у меня Окажется Герметик Ну значит Герметик Сколько Можно Продолжать Ремонт Такой Крыши Непонятно Следующий Вопрос Шифер Вообще Запрещен К эксплуатации Всеми нормативами Зелеными И красными Давным Давно То есть Шиферные крыши Которые вы видите На городе Это все Вне закон Нужно принудительно Менять Прав таких нет Потом и ответ И дальше Давайте обсуждать Состояние вашей крыши Я прихожу к вам Говорю Десять тысяч Дорого Хорошо Отказ Дешевле можете предложить Нет Дешевле не можете предложить Но это дорого Все И на этом заканчиваются Все разговоры Поэтому Надо начинать С себя Если вам управляющая компания Предоставляет Ненадлежащие услуги Или предлагает Неприемлемые Условия Вы имеете Возможности Либо заключать Самостоятельно Трехсторонние договоры Используя Управляющую компанию В качестве Такого Финансово Транзитного Пункта Либо вы можете Сменить управляющую компанию Но на самом деле Чаще всего Не делается Ни то Ни другое А раздается Вопрос Почему Нам Никто Ничего Не Ох Ну и я задаюсь вопросом Почему так мало времени Вот к сожалению Мы всегда Упираемся В то Что программу Нужно заканчивать Но спасибо большое Нашим сегодняшним экспертам Сергей Сидорко Айвар Суконтерев Отвечали на ваши вопросы В следующий понедельник Обязательно продолжим Если хотите Пишите заранее Ваши вопросы На ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Спасибо большое Всего доброго До следующего понедельника До свидания Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова